Девушки отдыхают В Роскосмосе выявили хищение на 500 миллионов рублей Мастер-класс от топ-менеджеров технологических госкорпораций Как развалить науку и разбогатеть Я состоятельный человек, да, у меня хорошая зарплата Без туристов и надежды на светлое будущее Существует такая вероятность, что Крым скоро может остаться без туристов Уже турпоток в Крым уменьшился И что Россия ставит после себя на оккупированном полуострове И вот они едут, один, второй, как крысы Они быстро проезжают, выгружают и сваливают Ложь Кремля о наемниках в Минске Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли Как в Москве решили помириться с Минском, выдумывая фейки об Украине Задержанных в Белоруссии россиян подставила Украина Факты, свидетельства, доказательства Все это смотрите сегодня в Гражданской обороне Последние новости из РФ Ты не один, Кабаровск Спасибо, народ России Смотрите прямо сейчас в Гражданской обороне Есть ли жизнь после голосования за поправки? Такого поворота никто не ожидал Я хочу жить свободно Будет ли жизнь прежней после голосования по поправкам в Конституцию РФ? Вопрос, после которого все многозначительно вздыхают А многие и вообще боятся что-либо говорить Ведь последние новости свидетельствуют только о том Что репрессивная машина Кремля не пожалеет никого Это истошный и пронзительный крик журналиста Давида Фрэнкеля Которому полицейский сломал руку во время задержания Весь этот ужас произошел 30 июня во время голосования по поправкам На одном из избирательных участков в Питере Это чувак, который сломал мне руку А это наблюдатель, который за нее меня дернул И вот прошло время и журналиста признали виновным Да-да, вам не послышалось не полицейского покалетившего человека А пострадавшего журналиста Они там рисовали, вбрасывали и так далее Пришел журналист Фрэнкель и испортил праздник Ну, конечно, наказать надо Фрэнкеля Его признали виновным в неповиновении полиции И вмешательстве в работу избиркома Он получил целых два штрафа в размере 500 и 2000 рублей Вот она, справедливая Россия Или лучше было бы сказать, печальная действительность Хотя ведь обещали, что поправки сделают жизнь россиян лучше Обнимаю вас, начинаем работу Или как вам такая новость? Следственный комитет возбудил дело против россиянки Юлии Ильинской Проживающей в Израиле Так вот девушка смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституцию Один раз она в российском посольстве в Тель-Авиве Второй в генеральном консульстве в Хайфе Третий дистанционно через интернет Что удивительно, проголосовала даже ее несовершеннолетняя дочка У которой никто не уточнил ни документов, ни ее возраста Естественно, что простить и забыть подобную обличительную выходку Кремль просто не смог И против Юлии возбудили уголовное дело И сегодня россиянке из Израиля грозит штраф По статье о незаконном получении бюллетеня От 100 до 300 тысяч рублей Или же лишение свободы вплоть до 4 лет А ведь Юлия Ильинская была далеко не единственной У кого получился такой трюк с голосованием Бинго! Я два раза сегодня проголосовал А если еще на дом, но мне ящик принесут Значит будет три Спасибо! Казалось бы, надо поощрить человека, нашедшего дыры и лазейки при электронном голосовании Но не тут-то было Такие правдорубы и агенты кремлю не нужны Соблюдение прав человека, порядок и закон Оставьте это все для предвыборных гонок Только в это короткое время идут разговоры об улучшении жизни населения А в другие же дни только жесть, только хардкор Вы что старуху-то трогаете? Вы с ума сошлись? Так вот, товарищи! Не знаю, на его задержание! На что вы задерживаете? На всем этом фоне после выборного трэша в Кремле подписывают закон о трехдневном голосовании Владимир Путин сегодня подписал закон о трехдневных выборах в России Теперь россияне смогут высказать свое мнение на выборах и референдумах в течение нескольких дней Максимум их может быть три И все это время бюллетени будут оставаться в урнах для голосования Подсчет произведут в последний день после закрытия избирательных участков Голосование на референдумах и выборах всех уровней можно будет проводить в течение нескольких дней, но не более трех Ну, в общем, вы поняли Новость уже льется со всех федеральных каналов Миллионы россиян уже оценили преимущество такой практики Хотя честнее будет сформулировать так Миллионы россиян поняли, как это выгодно Кремлю и выступили против закона Ведь он полностью лишает возможности уследить за подлогами и фальсификацией Сложно обеспечить контроль, сложно следить, сложно организовать наблюдателей И, соответственно, дают большее пространство, большее возможности для вбросов и фальсификаций Выборы станут менее честными Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Панфилова Уже успела осудить выпады противников этого закона И назвала всю критику информационной истерии Ну а как иначе? Согласиться с народом значит подписать себе смертный приговор Все подписали этот протокол, все были за А тем временем в Хабаровском крае не утихают мирные акции и протесты в поддержку Фургала и против Кремля Я, мы, волна, за Фургаловская страна Против действующей власти, против дичайшей, наглой пропаганды, вранья Если ранее активистов полиция не трогала, то уже на 29-й день протестного движения у Кремля сдают нервы И самых ярких активистов начинают, что называется, вязать Задержали водителя Фургала Мобиля, блогера, который освещал здесь акции протеста И вчера ночью, еще двух людей, уже после того, как все завершилось Выдернули из такси и тоже вменяют им неправильное участие в массовых мероприятиях Вот это нарушение закона о митингах Полиции, пасон! Полиции, пасон! Самое интересное, что в Рио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев В своем интервью Сергею Шнуру, еще одному новому политическому деятелю РФ Рассказывал о каких-то провокаторах и о ужасе каком-то грузинском следе Конечно же, слетелись в край все известные проходимцы Кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим В том числе из Грузии Хотя еще совсем недавно единственным врагом для Дегтярева был... Основной противник это сатана Меня сейчас многие называют идиотом Заметьте, это не мы сказали Он просто подтвердил вышесказанное своими действиями У Дегтярева дома есть коврик для ног с портретом Барака Обамы Что Путин это государственный символ, который нельзя критиковать И что можно слыть националистам, но уважать мигрантов и Северный Кавказ В 15-м году Михаил Дегтярев написал книгу «Пророк в своем отечестве» О своем кумире Владимире Жириновском Фишка вашей книги – анализ ДНК Я такого еще не видела Да, пожалуйста, известные деятели, обладающие гаплотипом, как у Жириновского То есть в каком-то там 10-м, 100-м поколении они в общем родственники Пожалуйста, Зенедин Зидан Линдон Джонсон, президент США Наполеон Да, разброс большой по времени, но все великие люди Альберт Эйнштейн, родственник нашего Владимира Вольфовича Дорогого Кто еще? Грамм Бракового И как тут не вспомнить цитаты великих? Меня сейчас многие называют идиотом Вы что над нами издеваетесь? Уже он выставил Ой, здесь, на Дальнем Востоке, были все изменники родины, сосланы А ты кто? Засланец, засранец Естественно, что с таким назначением Хабаровский край смириться не может Это и понятно После приезда Дегтярева очень сильно обрушился мне рейтинг, можно сказать, ЛДПР Я голосую не за ЛДПР, а конкретно за человека, за Фургала, который за эти два года сделал столько для нашего края ЛДПР политический труп, они раньше были политической проституткой, а сейчас это политический труп Сегодня хабаровчане не верят никому и винят во всем Москву Давайте посмотрим на те слоганы, на те блокады, с которыми сегодня выходят протестующие в Хабаровске Освободить нас от рабства Всем москвичам отсюда уехать Оставить нас в покое Мы Дальний Восток, это наша земля То есть, это, извините, уже реальный сепартизм, абсолютно Расыпайтесь, города! Наша Родина и беда! Расыпайтесь, города! Наша Родина и беда! То, что происходит сегодня в Хабаровском крае, это то, что ждет и всю Россию в будущем Кремль довел государство до того, что политическая система просто прыгнила насквозь Симптом опасный, но сказать о том, что хабаровские протесты означают скорое падение Путина и вообще его авторитарного режима будет преждевременно Тем не менее, главная опасность заключается в том, что они реально не контролируют свои дальние удаленные регионы Надо понимать, что от Москвы этот край находится в десятки раз дальше, чем от китайской границы И Пекин точно ближе к Хабаровску, чем Москва И поэтому прогнозы на будущее для Кремля там неутешительные Максимальное проникновение туда китайского капитала, китайских переселенцев, оно набирает обороты Но не захватывая, скажем так, экономическую инициативу, становится реальной действующей силой на этих территориях И в перспективе это может представлять опасность для российской территориальной целостности Напомню, все эти территории Дальнего Востока вошли под жесточайшим давлением Российской империи Которая коррумпировала, сейчас это доказано историками, за деньги коррумпировала чиновников Китайской империи И по сути купила территорию Дальнего Востока в середине 19 века Так что Китай все помнит, он от этих территорий, собственно, никогда и не отказывался И держа руку на пульсе, точно использует удобный случай при ослаблении Кремля Опасность заключается в том, что местные элиты, они скорее выберут, если им предложат В критический момент, когда у них будет разваливаться странная система Конечно, они выберут соседний Китай, поскольку это и выгоднее, и, в общем-то, и лояльности такой нет В любой момент Дальний Восток может стать той пороховой бочкой, которая всколыхнет всю Россию Но пока непонятно, что станет искрой, которая разожжет пламя А пока люди по всей России стараются поддержать хабаровчан Лозунг «Хабаровск, ты не один» массово подхватили по всей стране Ты не один, Хабаровск Но все-таки знай, ты не один Ты не один Эту песню, своеобразный гимн протестом, лидер российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук Посвятил хабаровчанам после того, как они записали ему это приглашение Приехать к ним с концертом И в отличие от московской власти, известный музыкант народ услышал И мы, конечно же, вместе с вами Что надо сделать еще народу России, чтобы теперь их услышал и Кремль, пока непонятно Единственное, что уже ясно, в этой борьбе сначала за своего честно избранного губернатора, а потом и за будущее своих детей, люди готовы стоять до конца И их становится все больше Никто в Кремле и не думал, что протесты в Хабаровском крае выльются в митинги, которые длятся уже месяц И что даже не показывая их по всем федеральным каналам, народ России узнает о борьбе своих отдаленных регионов И поддержит тех, кто не побоялся не согласиться и проявить характер Россия известна своими технологиями А точнее, чиновниками, которые стоят у руля технологичных проектов и активно пилят на них бюджеты Приложить руку к развалу научно-технической отрасли успели многие Взять хотя бы инновационный центр Сколково, который в свое время продвигал сам Дмитрий Медведев Сколково будет, не сомневайтесь Он сразу же... Сколково будет Инновационный центр должен был показать миру триумф российской науки и инноваций По подсчетам российских журналистов, с 2013 по 2020 годы на проект было потрачено около 125 миллиардов рублей Однако, какими-либо значительными успехами наукоград так и не отличился Вопрос, куда уходят деньги, годами задают журналисты и общественные деятели Ответ на поверхности В отношении старшего вице-президента фонда Сколково Алексея Бельтякова возбудили дело о растрате Двух теперь уже бывших сотрудников, которых в феврале заподозрили в хищении более 20 миллионов рублей По данным ФСБ, миллиарды рублей, выделенные на развитие наукограда, отправлялись на депозиты Генпрокуратура выявила более 125 миллиардов рублей, которые были украдены или использованы не по назначению Баснословные зарплаты и бонусы топ-менеджерам, невыгодные контракты с завышенными суммами и даже самая дорогая реклама За ролики общей продолжительностью около минуты здесь насчитали, необходимым отдать 54 миллиона рублей Это как минимум в 10 раз дороже, чем должно быть В общем, все как всегда Это Россия! Да, есть чемпионы, которые паразитируют на науке многие годы Правда, развиваются в этом тандеме только их кошельки Среди таких, например, Сергей Чемизов, многолетний гендиректор корпорации Ростех Мы хорошо делаем военную технику Да можно хоть вообще все продать Мы эти кредиты никогда не вернем Ну, в УАКе там и прибыль-то нет, а там и быть тянет Осенью журналистам стало известно, что президент РФ тайно наградил Сергея Чемизова званием Героя России Так президент отметил вклад гендиректора Ростеха в развитие оборонного комплекса Чиновники, личный друг главы Кремля, также полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством И вообще, поистине бесконечного списка наград, где фигурирует даже медаль за личный вклад в возвращение Крыма в Россию И вот интересно, какие именно заслуги перед Россией имеют топ-чиновники с ближнего окружения Путина? Вот вам одна маленькая, но показательная история Стоял себе и работал в России крупнейший в Азии телескоп Всевидящее око Евразии, большой альтазимутальный телескоп Созданный еще в советское время, он и сегодня является крупнейшим на континенте Гордость науки и техники Запущенный в далеком 79-м году еще советскими конструкторами Он не уступал новейшим мировым разработкам И несмотря на то, что разменял уже пятый десяток, позволяет буквально каждый год совершать открытия поистине космического масштаба А по точности ходьбы колесо телескопа может дать фору даже швейцарским часам Но вот во главе Ростеха стал Сергей Чемизов И, видимо, начал искать, на чем бы заработать по-крупному А самые большие деньги делаются, как правило, на самых больших объектах Тут-то и подвернулся телескоп-гигант А точнее, его оптика, которую как раз нужно было реставрировать Сейчас мы надеемся, что это зеркало будет лучше, чем то, что мы пользовались в течение 79-го года Итак, в 2005 году в РФ взялись ремонтировать оптическую гордость Потратив на это кругленькую сумму Общие расходы по замене зеркала БТА выросли с планировавшихся 160 до 250 миллионов рублей То есть до около 3,5 миллионов евро по текущему курсу Все исследования поставили на паузу на целых 10 лет Только нам кажется, что за это время даже такую мега-линзу можно было отполировать в ноль Но, судя по всему, целое десятилетие занимались не полировкой, а распилом Шесть гектаров главы Ростеха находятся через забор от поместья его заместителя Недвижимость принадлежит падчерице главы Ростеха Анастасии Игнатовой Ведь по загадочному стечению обстоятельств Реставрационные работы закончились аккурат в тот момент, когда Сергей Чемизов стал владельцем пентхауса в центре Москвы Оценочная стоимость этой квартиры 5 миллиардов рублей Ну я состоятельный человек, да, у меня хорошая зарплата Говоря словами, ставшими уже классикой Совпадение? Не думаю Тем временем новое зеркало оказалось нерабочим Проблемы с отреставрированным зеркалом стали понятны практически сразу после его установки летом 2018 года Деньги потрачены впустую Техническое задание не выполнено Мы потеряли год, получили репутационные издержки, потеряли финансы Виктор Афанасьев, главный научный сотрудник обсерватории Итого Россия минус 200 миллионов Чемизов плюс пентхаус Телескоп? Слава богу, что вообще работает Справедливости ради мы хотели найти хоть маломальски стоящую победную для Ростеха новость за период, когда его возглавляет Сергей Чемизов Но не смогли Новостная лента все больше пестрит абсурдами и скандалами Ростех продаст сам себе 60 суперджетов за деньги из бюджета Коррупционная традиция, кажется, крепко укоренилась в Ростехе В состав которого входит, внимание, более 700 дочерних предприятий Одна и та же госкорпорация производит и танки, и скайп для чиновников Там же вообще вся оборонка, самолеты, вертолеты, автомат Калашникова Они же почему-то вывозят мусор Ростех подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-гендиректора ВСМПО Ависма Малолетние внуки главы Рособоронэкспорта оказались владельцами миллиардного поместья У арестованных подчиненных Чемизова обнаружились дома в Черногории Да, все эти скандалы связаны с дочерними предприятиями И, возможно, лично Чемизов в них не участвовал Но рыба, как говорят, гниет с головы И подчиненные просто берут пример с шефа А шеф закрывает глаза на их махинации, ведь сам грешит ровно тем же Жена руководителя госкорпорации стала бизнесменшей Непонятно, чем она занимается Все у нее провалилось, но зарабатывает она с мужем в разы больше, чем, скажем, глава Apple или Microsoft Тем временем самой громкой разработкой Ростеха При Чемизове стал уже легендарный Yota 4 У меня просто обрушилось большое количество обращений Говорит, где этот самый российский смартфон Тот самый ответ iPhone, у которого в США никак не дождутся Потому что, ну смотрите сами, это же смешно У него два экрана Один даже специально-цветной А второй черно-белый Так называемый электронный чернил 100% российское изобретение От деталей? От деталей, к сожалению, иностранные Yota Phone так и не ушел в народ Тем не менее, в Ростехе не отчаиваются Спустя 4 года после презентации позорного девайса Они заявили о разработке нового мобильного устройства Дочка Ростеха вложит миллиард рублей в создание корпоративного смартфона Начинка в духе классики импортозамещения Своя операционная система, свои антивирусы, свои мессенджеры Все свое Надеемся только, что и выпускать будут только для своих И мир не увидит очередного позора Еще одно выдающееся имя в сфере распила технологичных бюджетов Дмитрий Рогозин, который возглавляет Роскосмос Дмитрий Олегович уже неоднократно становился героем наших сюжетов Но истории, связанные с госкорпорацией Роскосмос, которой он руководит, все никак не заканчиваются Созданный для Египта спутник Egypt-Сет-2 перестал работать всего через год после пуска в мае 2015-го Произведенный энергией для Анголы космический аппарат Энго-Сет-1 также оказался неработоспособным К аварии Союза на Байконуре 11 октября, скорее всего, привела ошибка при сборке ракеты Если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения То пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на международную космическую станцию Пока Дмитрий Олегович плодит маразмы, его менеджеры увеличивают коррупционную статистику В Роскосмосе выявили хищение на 500 миллионов рублей Один из главных подозреваемых, Дмитрий Панов, бывший исполняющий обязанности гендиректора Научно-производственного объединения Техномаш Источники, близкие к следствию, сообщили, что похищенные средства были выделены на выполнение гособоронзаказа Как мы уже говорили, рыба гниет с головы И пока космическая отрасль разваливается, словно ракета-протон в полете Кажется, это будет катастрофа Дмитрий Олегович богатеет день ото дня Слава России! Слава России! При Рогозине у Роскосмоса тоже был свой мегапроект Строительство космодрома Восточный Количество денег, украденных при его строительстве и вводе в эксплуатацию, космическое Каждый десятый рубль, выделенный из бюджета на строительство космодрома Восточный, был украден Страх потеряли, понимаете? Потеряли страх мерзавцев Даже Путин не мог закрыть на такое глаза Прозрачно, работаете прозрачно, деньги большие выделяются Проект практически тоже носит общенациональный характер Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов Но кроме скромного нагоняя на камеру, никого из руководства госкорпорации так и не наказали Тем временем у Рогозина, как и Чемизова, появилась новая недвижимость Как раз в процессе строительства космодрома Вот эта скромная дача Это участок в полгектара И как вы видите, тут кипят работы, прямо как на космодроме Восточный По соседству с этим огромным участком дача Тести Рогозина Еще более шикарная Геннадий Серебряков, бывший сотрудник КГБ Сейчас ему 81 год, а дачу он купил в 77 Поэтому нет ни малейших сомнений, что и здесь были использованы деньги нашего главного космонавта Эти два участка были оценены специалистами фонда борьбы с коррупцией в 350 миллионов рублей Учитывая, что в год Рогозин официально получает 23 миллиона рублей На эти два участка ему нужно было бы копить около 15 лет Откладывая всю до копейки зарплату Дальше по улице можно найти дом управляющего делами Роскосмоса Валентина Масенкова И зарплата у него там тоже такая же огромная В районе 20 миллионов рублей Замглавы Роскосмоса Юрий Урличич тоже небедствующий человек Недвижимость в России Несколько участков в Испании И даже незадекларированная земля Купил себе участок у нашего, пожалуй, принципиального космического, можно сказать, даже врага В США, в штате Флорида В целом тренд понятен Целая армия топ-менеджеров один круче другого зарабатывают миллионы официально И миллиарды в серую на науке и технике Точнее, на бюджетах, которые на нее выделяются Тем временем профессии ученого, конструктора, инженера наоборот обесцениваются Мозги утекают из России Токарь третьего разряда на знаменитом Уралвагонзаводе получает 15 тысяч Комплектовщик на КАМАЗе столько же На заводе Калашников инженер-конструктор 25 тысяч рублей Проектировать автомобили еще менее прибыльно Инженер автоваза в Тольятти получает 22 тысячи А отрасль с каждым годом обрастает все большим и большим количеством скандалов Сделали ли что-то полезное для страны все эти высокооплачиваемые менеджеры? Перед нами такая задача не ставится Поэтому мы этого делать не будем и не делаем Закрытие границ и отмена обязательной обсервации для приезжающих на полуостров россиян сделали свое дело И жители РФ по сути из-за безвыходности в июле активно поехали отдыхать на самые известные курорты оккупированного полуострова И в этом году большинство туристов на полуостров едут именно за пляжным отдыхом Желающих искупаться в теплой воде и погреться под ярким крымским солнцем немало Пляжи практически заполнены Но наверняка россияне и не догадываются о неприятных сюрпризах, которые могут поджидать их на долгожданном отдыхе Гостеприимство премиум класса с плетью в руках Видеоролик, где охранник с нагайкой выгоняет семью с маленьким ребенком с пляжа санатория в Форосе Облетел социальные сети, СМИ и вызвал общественный резонанс Скажите, это нормально? Вот вы как гости, вы хотите сказать нормально? Людей с пляжа вот так выгонять? Резвый представитель охраны, который является членом казачьего общества, выгоняя семью с пляжа, начал угрожать им нагайкой Да, вам не послышалось, нагайка это плеть Оказывается, у нас охрана имеет право на ношение плети, кто не знал И начал угрожать, что если мы сейчас не покинем береговую полосу, которая принадлежит санаторию Форос То, я так понимаю, мы будем наказаны, пожалуй, этой плетью По словам отдыхающих, после словесной перепалки они все же перешли на соседний пляж Но от недовольных секьюрити им так просто отделаться не удалось Взял, взял мою кепку, очки, полотенце и начал двигаться к навыходу, сказав, вы здесь отдыхать не будете Он просто разворачивается, скамкивает эти вещи и просто бросает их в воду Увидев, что девушка начала записывать на видео все происходящее, совсем разбушевавшись, представитель казачества выбил у нее телефон из рук Не смей! У меня выскочил телефон, перпос бился, экран Некоторые люди подметили, что изначально семье нужно было идти на бесплатные соседние пляжи, которые тоже находятся на балансе санатория Форос Но загвоздка в том, что свободные для посещения людей выходы к морю не очень-то пригодны для отдыха В отличие от пляжей, предназначенных для постояльцев отеля Там таблички висят, что купаться запрещено Ну то есть, типа, у вас есть еще пять остальных пляжей, но на них купаться запрещено, что ли? Ну как-то так, тоже вопрос А здесь вот, людей совсем нет, но это и нельзя назвать пляжем, это, наверное, нужно реконструировать В итоге мнения в соцсетях разделились Одни осудили поведение казака с плетью, другие же посчитали, что отдыхающие сами спровоцировали такую ситуацию По сети уже сутки ходит и вот это видео, показывающее ситуацию уже совсем с другого ракурса Иди работай! Позже супруги, которые хотели отдохнуть на пляже, признали, что действительно дали волю эмоциям Но это был лишь ответ на очень дерзкое поведение охранника Только попробуй, я тебе сказала, только попробуй Я тебе сказала, только попробуй Он пытался заломать мою руку, ну всячески как-то препятствий И у меня каким-то образом оказалась его рация И у нас началось вот это, у меня с ребенком на руках Он понимает, что он не может мне отдать отпор, он достает свою нагайку Ну и так, навзнечу, ее начинает, обнажил, скажем так Ну, я уже тут как бы перевозбудился Я не горжусь своим поведением Да уж, курортное гостеприимство просто на высочайшем уровне Согласитесь, отдыхать под надзором агрессивных казаков с нагайками удовольствие еще то Даже если это наглый какой-то турист, беспардонный, да, вызывайте полицию, составляйте протокол Но превышать свои полномочия нельзя Но в аннексированном Крыму проблема далеко не только в охранниках с плетками Многие туристы, приехавшие на полуостров, например, из российской столицы Подмечают, что на крымских курортах недоброжелательность по отношению к ним, как говорится, просто витает в воздухе А вы откуда приехали сюда? Я? Она ехала, что я скажу, с Москвы С Москвы? Конечно Мы тоже с Москвы, а что я говорю? А? Мы тоже с Москвы Нас не любят Что? Нас не любят Не любят? Почему? Да вообще отстой А почему? Как это что? Я вот и не знаю На работе пенсионера, вы знаете почему У нас пенсии большие, у них маленькие Отсюда все и ненависть Неприятным сюрпризом для туристов из РФ, которые хотя бы раз отдыхали в тех же Турции или Египте Также может стать отсутствие нормальной инфраструктуры и сервиса Нам до Турции, в общем, не вряд ли, не знаю, как до Москвы раком, я не знаю, ну очень-то далеко А если и есть что-то, нечто похожее, какой-то хороший гостиничный комплекс, то там ценник, что называется, для своих, ну для очень богатых И ладно, если бы такой отдых на аннексированном полуострове был дешевым удовольствием Но нет, за неделю проживания в более-менее приличных условиях без питания придется отдать кругленькую сумму При бронировании говорили 88 тысяч на неделю Такая приписка, если у вас маленький ребенок, там типа там до двух лет, то вам лучше в Русское море А там рядом, видите, у вас на этаж сеть, а в Русском море вообще под 100 тысяч получается За неделю Многие отдыхающие жалуются на полное несоответствие цены и качества В июле, когда на аннексированном полуострове произошел массовый наплыв российских туристов Цены в частном секторе возросли до небес А условия проживания, естественно, остались глубоко внизу Знаешь, вот я думаю, что он люксом был в 2000-х годах А, от того еще ремонта года, да? Да, все там разваливается А по чем-то у вас получилась неделя? Ну вот 40-46 Желание как можно больше заработать на приезжих в этом году на оккупированном полуострове проявилось как никогда сильно Сразу же задрали цены Я знаю единицы ательеров, которые не поднимали цены Но основная часть ательеров цены задрали Задрали выше потолка И вот поэтому люди предпочитают ехать в Краснодарский край Наверняка столкнувшись с таким гостеприимством в кавычках Многие жители Великой и Духовной в следующий раз хорошенько подумают Стоит ли ехать на отдых в аннексированный Крым Поднимают цены частники Причем они реально спекулируют Я стала читать истории, мне подписчики стали присылать Ближе к приезду им пишут Извините, вот ваш задаток возвращают К сожалению, мы не можем вас принять Они в шоке, как так Ну то есть отказ отказывает сам частник Человеку, который давно забронировал А им уже через три дня у них самолет А почему так вышло? Он-то тоже частник посмотрел Чтоб все вокруг цены Х2 сделали Ему стало обидно Некоторые крымчане-блогеры все же берутся честно анализировать ситуацию с туристами в Крыму И готовы делать совсем неутешительные прогнозы на будущее Существует такая вероятность, что Крым скоро может остаться без туристов Уже турпоток в Крым уменьшился В предыдущие годы этот пляж был битком забит людьми Бесспорно, несмотря ни на что, на сегодняшний день привлекать туристов в Крым Может восхитительная природа полуострова Уравняться Крыму до Турции, мягко говоря, сложно Зато у нас воздух оздоравливающий Сюда идут оздоравливаться Ну и заодно и купаться в море И дышать вот этим полезным морским воздухом Гляньте, какая водичка красивая Но с таким беспределом со стороны оккупационной власти В ближайшем будущем Крым может лишиться и этого Вырубаются хорошие столетние, многие двухсотлетние можжевельники Очень крупные, которые растут очень медленно Вы видите, что идет просто какое-то кощунство Несчадная вырубка краснокнижных растений на полуострове Началась практически сразу после аннексии Крымчане регулярно фиксируют все новые и новые Случаи наглого нарушения закона и уничтожения уникальной крымской природы Сотни деревьев можжевельника уничтожили в районе села Терновка Под спил попали 668 деревьев и кустарников Стоит лишь вспомнить масштабную вырубку реликтовых растений в селе Родное под Севастополем Весной этого года браконьеры уничтожили там 4 гектара заповедной рощи По подсчетам Севприроднадзора ущерб составил 35 миллионов рублей Однако виновные до сих пор не понесли уголовную ответственность В Севастополе некоторые местные депутаты обратились к Госдуме РФ С предложением ввести уголовную ответственность за незаконную вырубку краснокнижных деревьев Мы не предлагаем дисконкретную формировку того положения То есть такие, которые возможно появятся в уголовном кодексе Если федеральный заказатель таковое решение наше поддержит Речь это просто о самой проблеме, которая имеет место быть И о ликвидации того правового пробела, который выявлен в Севастополе На основании тех событий, которые случились у села Родного Но дело в том, что сидящие в Госдуме депутаты очень далеки от аннексированного Крыма и его проблем О каком полуострове можно говорить, если их мало волнуют беды жителей самой России? Почему наши ветераны как мучаются? Почему спасаем Украину, Сирию? Мы никому не нужны Логично, что у российских представителей власти за оккупированный Крым и его природу душа, как говорится, не болит Будет неудивительно, если ответственность за уничтожение деревьев в Крыму ужесточат после того Как на полуострове практически не останется краснокнижных растений Вместо красивых гор – мусорные холмы После аннексии в разных районах Крыма стали регулярно появляться свалки, состоящие из опасных строительных отходов Это достаточно тихий городской район, недалеко от торгового центра Муссон Но последние две недели спокойствие горожан нарушают грузовики, регулярно сваливающие здесь строительный мусор Подобное явление образовалось недавно и в водоохранной зоне села Озерное возле Севастополя Похожие пейзажи появились в районе Керчи Новая свалка строймусора выросла и в Балаклаве Но самым громким и резонансным стало загрязнение опасным строительным мусором Байдарской долины, которая является природоохранной территорией Строительные отходы с южного берега Крыма не довозят до мусорного полигона под Белогорском и сгружают в Байдарской долине, потому что это дешевле Эти насыпи серого грунта в перемешку с арматурой и опалубкой длиной в несколько километров Высокие кучи опасных отходов стали появляться в некогда живописном уголке села Передовое несколько месяцев назад Вред от грузовиков, которые ежедневно сгружают в природном заказнике тонны стройотходов, уже просто колоссальный Разбитые дороги, уничтожен плодородный слой земли, засыпаны родники Местные люди жалуются, что из-за строительной пыли им просто уже нечем дышать Вы видите машины, которые ходят, постоянно поднимают пыль? Какая может быть экология? А вы откуда грунт везете? У вас есть разрешительные документы? А можете показать? Вы жалеете, что как асфальт портится, то они предназначены для большегруза? И вот они едут, один, второй, как крысы Они быстро проезжают, выгружают и сваливают Да, именно такова природа оккупантов Они как саранча Быстро приходят, берут все, что видят, уничтожают все, что вокруг и убегают Очевидно, так со временем произойдет и с Крымом Восстанавливать который после бесчинства РФ, к сожалению, придется очень долго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова За что, цитата, гореть может аж до Владивостока Чуть ли не мы их сами сюда завезли Ну, ясно Надо же как-то оправдать свои грязные намерения В Кремле, видимо, к такому повороту заранее не были готовы И первые дни, кроме несуразного мычания, отдельных говорящих голов, реакции вообще не было А вот первые комментарии очень важно запомнить Они максимально четко дадут понять, как лжет Москва сейчас Белорусские спецслужбы прекрасно знали о перемещениях подобного рода бойцов Которые происходили и ранее, и которые происходили сейчас Просто сейчас белорусским спецслужбам была отдана команда устроить из этого шоу Итак, первый и очень важный факт С самого начала в Кремле пытались убедить россиян, что никакого вмешательства не было Наемники якобы регулярно использовали Беларусь в качестве транзита И батьки обо всем знал Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны Преимущественно африканские Договоренности о транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне И Лукашенко был в курсе То есть нам хотят сказать, что в Сирию, Ливию, Венесуэлу и далее По списку вагнеровцы и ежесними летали через Минск регулярно А на этот раз якобы просто опоздали на самолет Эта группа направлялась транзитом в Стамбул И так сложилось, что они просто технически, так наверное бывает иногда С людьми, которые путешествуют, не успели на самолет В качестве доказательств канал «Россия» приводит отрывок из сюжета белорусского телеканала Мол, смотрите, водитель сам признает факт опоздания У российских пограничников возникли вопросы по документам, которые не давали основания для пересечения границы На самом деле это фейк, который разоблачается за 10 секунд Ведь в оригинале была вот эта фраза, и ее банально отрезали российские пропагандисты По дороге за час до прибытия конечная точка назначения национальный аэропорт Минск была изменена Нужно было ехать в гостиницу Ай-Би-Би То есть в аэропорт они не поехали не потому, что опаздывали Просто водителю сказали ехать в гостиницу Более того, по словам белорусов, у группы была возможность улететь в каждые из следующих дней Но они этого не сделали, и логики в этом нет никакой Повторимся, до аэропорта не доехали и развернулись У группы была возможность улететь и позже Они не покупали билеты на следующие рейсы А их в Стамбул в последующие дни было совершено 4 Смысл работодателю, если поверить, что он реально был Тратить огромные деньги на проживание, минимум трех десятков мужиков, если можно улететь сразу Они явно не собирались никуда улетать Сознательно обманули персонал гостиницы В Ай-Би-Би мужчины пояснили, что уезжают в аэропорт, а на самом деле Группа направилась в другом направлении, в санаторий «Белорусочка» А билеты были куплены для поддержания легенды Но это был первый и очень важный этап кремлевского вранья Ну а сладкое началось уже на этой неделе 60 минут о самом главном здравствуйте Начинаем с грандиозной сенсации задержанных в Белоруссии россиян Подставила Украина Никогда такого не было, и вот опять Какой бы шухер не случился на этой планете, в Москве обязательно найдут в нем украинский след Вы не поверите, ради этого они даже собрали студию на канале «Россия» И этот поток сознания вам нужно обязательно услышать Вся эта история целиком и полностью оказалась провокацией украинских спецслужб СБУшники обманом наняли граждан России, завели их в Минск После чего и сдали всю группу белорусскому КГБ Оказывается, группу россиян с боевым опытом в Минск отправили Барабанная дробь украинские спецслужбы Они якобы позвонили одному из боевых новоросов с венесуэльского номера И предложили собрать воевавших россиян для охраны собственности Роснефти Сайт, через который набирали якобы охранять объекты Роснефти в Венесуэле фейковый Как и сотрудница, которая должна была курировать россиян в Стамбуле А поскольку Украина богатая страна и денег ей девать тупо некуда Украинские силовики якобы даже оплатили услуги вербовщика Отправили ему через терминал, внимание, 14 тысяч долларов Для пущей достоверности украинские спецслужбы даже заплатили аванс руководителю московской группы россиян Услуги шамана по рекрутингу были оценены в 14 тысяч долларов Видимо, очень серьезная спецоперация, верно? Ну раз такие траты Да что там, даже билеты якобы и те в Киеве покупали Правда, почему-то в показанном скрине была вот эта улица Улицы Красноармейской в Киеве нет с момента начала декоммунизации То есть лет шесть уже как И таких мелочей очень много Но важно другое Давайте на секундочку поверим Скобеевой и городским сумасшедшим в ее студии Цели сразу две Во-первых, рассорить Белоруссию и Россию Во-вторых, заполучить наших граждан на суд в Киеве Предположим, это действительно украинские спецслужбы Устроили грандиозную операцию, чтобы заманить российских наемников в Беларусь Вербовкой россиян занимался некто Сергей Петрович Сотрудник украинских спецслужб, который звонил с сирийского номера А теперь зададим простой как двери вопрос Извините, так а в чем коварный план СБУ? Вы же сами неделю кричали, что вагнеровцы и прочая шелуха Давно использовали Беларусь как транзит Ясность внес Захар Прилепин, воевавший на территории ДНР и ЛНР По мнению писателя и политика, нет ничего необычного В подобном маршруте через Беларусь Многие россияне летают за границу через Минск Задержанные могли лететь в Африку транзитом через Беларусь То есть зачем эти сверхусилия? Звонки с венецуэльских номеров, долларовые гонорары, покупки билетов? Вагнеровцы и так катались в Беларусь В том числе и воевавшие на Донбассе И очевидно их не трогали Потому что тогда, видимо, местные знали, что наемники действительно ехали транзитом А сейчас нет Их показания непоследовательны О целях нахождения в Республике Беларусь противоречивы 11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу 15 следовало в Турецкую Республику 2 на Кубу, 1 в Сирию 1 вообще не знал, куда летит Ну и, наконец, самое главное Так сказать, на погоны Ребятки, они выли уверяли, что наемники просто опоздали на самолет Мол, на границе были проблемы А так они в аэропорт ехали Вместо транзитной точки для 33-х россиян Минск оказался пунктом временной остановки Эта группа направлялась транзитом в Стамбул Они успели на самолет То есть, если бы не было непредвиденной задержки Группа бы улетела в тот же день, верно? Это же на канале «Россия» говорили Граждане России, сотрудники частных охранных структур В Минске оказались случайно Опоздали на самолет в другую страну Получается, вагнеровцы не оказались в Стамбуле Только по вине российских пограничников Долго проверявших документы И здесь возникает вопрос знатокам Либо российские пограничники вдоль ССБУ Либо кто-то забрался окончательно У российских пограничников возникли вопросы По документам, которые не давали основания Для пересечения границы А представьте, не было бы задержки И улетели они в Турцию Так в чем тогда план СБУ? Вы же говорите, шоу устроили, чтобы Россию и Беларусь рассорить То, что они сделали в отношении России В отношении Беларуси Братской Беларуси, как они ее называют Это абсолютно бандеровские принципы И вот здесь мы с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин В Тишину уходят десятки других важных новостей Да и правильно Смотрите лучше холопы сказочки, как хохлы мальчиков в трусиках обидели Мне кажется, основная цель этой операции Было вытащить людей на территорию третьей страны После чего, подставив их, попытаться забрать их в Киев, чтобы судить в Киеве Но есть мнение, что в отличие от 2014 года эффект от таких финтов ушами минимальный По крайней мере, количество просмотров на Ютьюбе просто жалко Как для топ-программы 140-миллионной страны И вот когда русские окончательно устанут жить чужими проблемами И заставят власть говорить о своих Многое изменится Причем не только в России, но и Украине Причем не только в России, но и украине